Девы, всем привет, всем доброго времени суток. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале и для вас я снимаю ваш торопрогноз на следующую неделю. Мы смотрим период со 2 по 8 мая 2022 года. Работаем сегодня с интересными колодами, а именно 2 мистических понедельников или нормального исцеляющего света. Колоды как арт-терапия исцеляют света, раскрывают чакры, настраивают их на необходимые вибрации. Поэтому обращайте внимание не только на смысловую нагрузку, но и на визуальный ряд. Итак, настраивайтесь на получение информации, будем с вами смотреть и анализировать. Позитив недели, негатив недели и совет от карт. Что же здесь? Восьмерка жезлов, восьмерка мечей, солнце. Итак, смотрите. Во-первых, здесь сама по себе ситуация, когда вы можете преодолеть какую-то изоляцию, какие-то ограничения. Есть состоялись ограничения на выезд, на пересечение границ. И здесь, даже обратите внимание, эту восьмерку мечей, она хоть и привязана по рукам, но это больше, знаете, как негативные практики. То есть успокоение, все, что не делается, все к лучшему. Поездка на отдых, в какие-то изолированные места, либо в места, в которые сложно добраться. Это, в принципе, выход из каких-то ограничений. У кого-то, уж простите, но говорю в контексте текущего времени, выезд из оккупационной зоны. То есть свобода, вдохновение, релакс, насыщение. То есть об этом говорят арканы. И у кого-то поездка на ретрит, восстановительные какие-то мероприятия, санаторно-курортное лечение. Это могут быть уикенды выходного дня. Вы выходите, просто наслаждаетесь солнцем, погодой, природой и всем, что вас окружает. Потому что это как насытится энергетически. Если карты смотреть с точки зрения личной жизни, и на текущем этапе вы свободны. То здесь, как показывает четверка мечей, ну как, я не вижу здесь знакомости. Знаете, как заняться собой, своей энергетикой. Потому что, как показывают карты, это концентрация на себе, на том, что вас волнует, цели, полагания. Тем более у нас сейчас идет коридор затмений. И очень важно прописать себе план, цели, событийный ряд. Что вы хотите видеть. Потому что это затмение закладывает цикл на последующие 19 лет. Поэтому, как продумайте, провизуализируйте, промедитируйте, какой вы видите свою жизнь в будущем. Если же вы состоите в любовных треугольниках, то двойка жезла, вы знаете, это как пустить ситуацию на самотек. Серии выбор и правильное решение придет само. То есть, это знаете, как с Карлета Хара. Я подумаю об этом завтра. Вот у вас должна быть такая ситуация в рамках этих семи дней. Потому что, еще раз повторюсь, вы нациклены на себя. Зациклены на себе, сконцентрированы на себе. На своих переживаниях. На том, чего вы хотите, к чему вы стремитесь. А уже Вселенная таким образом подстроит ситуацию под вас, как вы того желаете. Если вы находитесь в стабильных связях. То есть, вы встречаетесь, вы сожительствуете. Либо у вас семья и брак. По пажу мечей. Это попытки проанализировать ситуацию. Ваши какие-то камни преткновения в общении, в отношениях. Это разговор. Это может быть совместная поездка на отдых, на ретрит. Это совместные медитации. Какие-то энергопрактики, которые вам помогут проработать обиды, злость, непонимание, эмоциональную дистанцию, закрытость. И, как следствие, настроиться друг на друга. Потому что это карта анализа. Но, в первую очередь, для того, чтобы изменить отношения, и не говорить, что кого-то, это акцент на том, что посмотри на себя, измени себя. С этого начинаются изменения в мире. Если карты будем смотреть с точки зрения работы и заработка, и на данном этапе, допустим, вы не работаете. Вы домохозяйка, вы в декрете, либо вы не работающий пенсионер. Здесь это как официальные госвыплаты, денежные переводы. Потому что, как показывают арканы, новых источников дохода здесь пока нет. И если же вы в статусе соискателя, то королева жезлов говорит о том, что приложи усилия, и ты сможешь найти работу дистанционно. Потому что восьмерка жезлов, восьмерка мечей, по сути, как бы ничего не меняют в своей жизни. То есть работа может быть какая-то онлайн. Если вы являетесь наемным сотрудником, то здесь падает аркан маг. Это как резкое, стремительное повышение по карьерной лестнице. Это новые возможности. Причем ситуация, когда вы даже на это не рассчитывали, либо этого не ожидали. Да, по восьмерке мечей на вас это наложит ряд обязательств. Новая должностная инструкция, но видите, по солнцу. Это признание, это слава, это новые перспективы. Если же у вас его собственный бизнес, то по королеве кубков бизнес, который вы делаете с любовью, от души. А все, что идет от души, оно действительно приносит доход. Потому что здесь будет и спрос на ваши товары и услуги. Даже если какой-то период времени вы не могли работать и предоставлять продукт вашему конечному потребителю, то по солнцу теперь эта ситуация решаема. В плане состояния здоровья, повторюсь, это лечение санаторно-курортное, это восстановление. Это могут быть, кстати, вот по связке этих арканов лазерная коррекция зрения. Причем, как показывают арканы, здесь она придет успешно. Но и в целом это ряд каких-то комплекс услуг и мероприятий, направленные на восстановление вашего здоровья и на предотвращение новых болезней. То есть лечение еще хронических заболеваний. В негативе Туз Мечей, Четверка Пентакли и Королева Мечей. Будьте обеспокоены тем, как сохранить то, что имеете. В первую очередь это касается ваших доходов, ваших ресурсов. То есть как сохранить то есть, что есть, как это приумножить и как найти новые источники дохода. Потому что здесь, знаете, как логическое мышление. Еще внезапно, к сожалению, могут прийти какие-то штрафы, либо, допустим, квитанции в каких-то просроченных коммунальных платежах. Потому что здесь как попытки с вас что-то административно взыскать. И совет. Ну, в совет у вас падает аркан влюбленные. Карта единения, карта целостности, карта компромисса, союза. Аркан, который указывает на ситуацию, что идите на контакт, взаимодействуйте. Если необходимо, миритесь, восстанавливайте отношения, налаживайте связи. Будьте готовы протянуть руку помощи в прямом смысле этого слова. Ну и как следствие, Вселенная в свое время благодарит вас. И давайте с вами посмотрим на неожиданность периода. Что же здесь? Дом, дерево. Мужчина. Но в первую очередь это выстраивание долгосрочных партнерских отношений. Причем не имеет значения деловых или личных. Хотя в первую очередь у нас, видите, по аркану башни это все-таки вопросы карьеры. Но тем не менее, карты, которые показывают на то, что вы сможете найти себе соратника, помощника, человека, который будет озадачен, обеспокоен взаимодействием с вами. Это, в принципе, знаете, работа также над вашим состоянием здоровья, укрепление здоровья. Это, знаете, как акцент на ваше генеалогическое древо. Узнать, кто были ваши предки. Покопаться в этом. Запросить какую-то информацию. Здесь еще карты указывают на поход в поликлинику, какой-то профилактический осмотр. Ну а так в целом это акцент на стабильный финансовый успех, на приобретение недвижимости, крупной собственности. Это акцент на домашний очаг и, повторюсь, на выстраивание стабильных и длительных связей. Дружеских, партнерских, личных значения здесь не имеет, потому что карта, которая показывает, что человек излучает силу, родственная душа. У кого-то взаимодействие еще с кровными родственниками и помощь от них. Так, ну, карты у вас здесь просто замечательные. Поэтому мы весь негатив, который мог здесь быть, перекроем позитивом, арканом влюбленные и арканом солнца. Пусть эта неделя вас побалует и непременно порадует. Пусть отыграются только позитивные моменты. От вас по прошествии времени я буду ждать в комментариях обратную связь, как отыгрался расклад по факту. Но для тех, для кого актуальны индивидуальные консультации или обучение на картах Тару, ссылки на мои контакты вы всегда сможете найти по любым из моих видео или в шапке к YouTube канала. Я вас искренне благодарю за просмотр и до новых встреч!